Девушки отдыхают Это очень печально, Аленке больше с нами нет Но, тем не менее Ладно, попробуем пойти к Джокеру Вдруг он нам что-нибудь скажет по поводу смерти Аленки Ведь они не были с ним близки И поэтому, мало ли, вдруг что-то интересное Простите, мэм Не знаю, смог бы я сам это сделать В такой ситуации верного выбора нет Я лишь надеюсь, что мне не придется вновь пройти через это Я вас не виню, капитан Просто херовая ситуация, все понятно Ничего не поделаешь Сарен все еще на свободе, Джокер Держите себя в руках Вы нам нужны Не беспокойтесь, я не подведу Я хочу быть рядом с вами Когда вы прижмете этого сукиного сына Ну что ж Куда ты денешься, как говорится, с этого корабля Особенно учитывая, что ты, так сказать, о малости Не можешь нормально передвигаться Ладно, плоские шуточки проехали Давайте спускаться вниз И поговорим с оставшимися членами экипажа К сожалению, их осталось не так много Но, тем не менее, они есть Возможно, нам наш медик что-то расскажет интересное Может и нет Да, капитан Вам что-нибудь нужно? Мне нужно идти До свидания, капитан Не расскажет Окей Ляра Зашли меня проведать, капитан? Выглядите вы гораздо лучше А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги Она превосходно разбирается в физиологии Азари Вы в хороших руках Доктор Чаквас свое дело знает Я думала о Саране Знаете, мне стало его немного жаль Он сделался рабом пожинателей И сам этого не понимает Он оказался в плену своего собственного разума Чувствует, как властелин пожирает его собственную личность Но не в силах это прекратить Не знаю, как он попал в ловушку властелина Думал, что ему удастся не дать пожинателям вернуться? Или им просто двигала жажда власти и славы? Каковы бы ни были побуждения Сарана Они уже не важны Его нужно остановить Да, пожалуй, вы правы Может, он и жертва властелина Но он же и угроза всей известной нам жизни Давайте не будем тратить время на разговоры о Саране Нам и так приходится гоняться за ним по всей галактике Ну да Так, ну а в принципе здесь больше, по-моему, ничего и нету Может быть, вернемся к тому, с чего начали Вы говорили о своем интересе к протеанам Вообще-то, по-моему, я говорила о своем интересе к вам И при этом выставила себя дурой Я плохо умею общаться с окружающими Особенно с людьми Когда мы встретились, я мало знала о вашем виде Мне трудно было принимать людей всерьез Вы всегда казались такими суетливыми, такими нервными У нас не так много времени Азари может прожить до тысячи лет А у нас 150, это уже рекорд Это верно Сначала я думала, что в этом состоит слабость вашей расы Но познакомившись поближе с вами и вашей командой Поняла, что это может быть ее преимуществом Вы, люди, существа действия Вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью Это восхитительная черта Но в то же время и опасная Вы нас боитесь? К сожалению, для всей остальной галактики Люди что-то вроде хулиганов Чтобы достичь желаемого, вы идете поперек всех Это мнение сумеют переменить такие люди, как вы, Шепард Я делаю все, что могу, Лиара Есть причина, по которой Совет решил, что именно вы станете спектром В вас увидели нечто особенное, лучшее, что может предложить человечество Я посмотрела вашу биографию Я знаю, что случилось на Акузе То, что вы выжили, означает, что вы очень сильны Не надо было действовать за моей спиной Я и сама бы рассказала все, что вы хотели знать Приношу свои извинения, капитан После нашей последней беседы я боялась, что опять скажу какую-нибудь глупость Я хотела побольше о вас узнать, чтобы понять, что сделало вас таким человеком В вас есть нечто неотразимое, Шепард Вы уверены, что вас интересую я, а не мои протеанские видения? Согласна Сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами Но потом он вышел за эти рамки Вы интересуете меня, Шепард Но я не знала, уместно ли поддаваться чувствам Я не была уверена, интересую ли я вас, Шепард Нет, вы были правы Между нами что-то есть Я знала И знала, что вы это тоже чувствуете Но разве это не странно? Почему меня так тянет к вам? Мы так недолго знакомы Принадлежим к двум разным видам У нас нет почти ничего общего Я не могу понять В таких вещах никогда ничего не поймешь Просто вдруг крас, и тебя уже несет в водоворот Вы говорите так хаотично, так опасно Со мной вы в безопасности Мне не нужен защитник Все это как-то неожиданно Я не привыкла к такому К вам Мне нужно время Не торопитесь, Лиара Я никуда не денусь Спасибо, Шепард Давайте Давайте теперь поговорим о чем-нибудь еще Мне пора До свидания, Шепард Не хочу еще говорить о чем-нибудь еще Давай об этом Но раз нет, тогда пока Ладно, поехали к следующему ребятам Я думаю, что осталось их совсем не так мало Но и не так много Кстати, здесь, по-моему, мы что-то можем взять Нет? Нет, видимо, не можем Кстати, у нас, по-моему, здесь еще находится один чувак Теперь, который продает Вроде бы Я могу ошибаться Но, по-моему, он есть Да, он слева от нас вроде сейчас будет Вот он Было честью работать с вами, капитан Шепард Несмотря на потери, миссия увенчалась успехом Действия лейтенанта Оленко не останутся незамеченными Его жертва принесла человечеству уважение моего народа Кайден был хорошим офицером Он знал, чем рискует, но сделал то, что был должен Конечно Такова мрачная реальность, которую должен принять каждый солдат Будьте уверены, капитан Я и мои люди не забудут подвиг, который вы совершили Мы покинем ваш корабль при первой же возможности Надеюсь, когда-нибудь нам еще случится поработать вместе Все может быть Я благодарен вам, капитан Большинство командиров просто бросило бы наш отряд Капитан Керахи считает, что миссия увенчалась успехом Я согласен с его суждением Покажите мне, какие товары у вас есть Так, уникальный предмет Это лицензия и улучшение панцилина А также улучшение гранат, соответственно А, биоусилитель Почему бы нет? Пистолет, по-моему, хуже, чем тот, что у нас есть И средняя броня турианца, по-моему, тоже хуже, чем у нас есть Поэтому Смысла особо убрать его нет Продадим все мелочные вот эти гадости Блин, у нас так много всего вообще Причем их с 9 вещей Я думаю, что надо их все к чертям продать А десятые вещи оставить А, как это долго Это единственный месяц Единственная, точнее, проблема Это реально долго Просто столько улучшений Столько всего Все это продаешь, 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 продаешь Вот Остались только вот эти вещи И у нас, как вы видите, я не начатерил Просто у меня 9 миллионов 999 тысяч 999 Это здесь легко собрать Достаточно просто продавать все вот эти вот вещи И вы, собственно, не сможете не накопить эту сумму Давайте посмотрим, что у вас имеется Как скажете, капитан Так, вот действительно посмотрим, что у него имеется В принципе, ничего у него нету такого Чтобы нам прям пригодилось сравнивать Нет особого смысла Все-таки у нас более-менее топовое оружие Как я уже говорил не раз Поэтому навряд ли он что-то нам предложит такое Можно было бы попробовать купить у него что-то интересное Но не думаю, что у нас что-то такое есть Капитан, я хочу сказать спасибо За что, Гарус? За все, что вы меня взяли с собой Приняли в свою команду Я многому научился Я много думал о том, что вы мне говорили О том, чтобы не жертвовать невинными людьми Искать лучший способ, а не только самый быстрый И о докторе Саллионе я тоже думал Я убедил себя, что он заслужил смерть Но потом стал думать, почему хочу его смерть И осознал, что дело не в том, что он сделал с теми людьми Это не главное А главное в том, что он сбежал от меня Ушел у меня из-под носа А я этого не люблю И дело стало для меня личным Рада, что вы так думаете Не забудьте об этом, когда мы встретим Сарана Не волнуйтесь, капитан Не забуду Ну отлично Хотя мы это, по-моему, слышали, насколько я помню Капитан Я насчет лейтенанта Оленко Как вы? Держитесь? Не то, чтобы мне стало лучше Простите за все, что я там наговорила Я просто... Не хочу, чтобы у меня на руках была кровь А это была моя вина Послушайте меня, Уильямс За эту миссию отвечаю я Приказ был отдан мной, а не вами Он погиб из-за меня Забавно Мне совсем не страшно умереть за Альянс Но если я подумаю, что кто-то умрет за меня Разрешите, я спрошу Как вы пережили свои потери на Акузе? Моя обязанность была вывести всех живыми Я ее не выполнила И поклялась, что больше такого не будет Так же и тут Я буду его помнить и стараться ради него Да Пожалуй, это все, что мы можем Спасибо за совет, Шкибер Так Что вы думаете о последней миссии? Нас ждет тяжелая схватка Флоты ИИ-Дредноутов? Которые десятки раз уничтожали всю разумную жизнь? Шансы не в нашу пользу У нас есть преимущества Мы теперь знаем об их приближении И об их способностях к внушению Я не собираюсь лечь и умереть, Шкибер Об этом не волнуйтесь Но я пеший боец Против пожинателей моя винтовка, что рогатка Мне в этой войне места нет И меня бесит, что я не смогу отстреливаться У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своим обязанностям, Шкибер Винтовки ждут Ну ладно Вы свободны, сержант Мэм Ну ясен, что не сэр Капитан На Вермайере было жарко Вы сделали то, что должны были Я уважаю ваш выбор Я ценю то, что вы сделали, Рекс Я этого не забуду Постарайтесь, чтобы оно того стоило Сарен должен заплатить за все, что сделал Скоро мы его догоним И он ответит за свои преступления Если бы я что-то решал Ему бы пришлось непросто ответить за них Умирание, наемничество, семья, генофаг До встречи, Рекс Шепард Так, секундочку, простите Ну что ж Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать Еще осталось поговорить с одним персонажем Эй, Шепард Вам что-то нужно? Мне нужно идти Увидимся Видимо нет, видимо нет Ну что ж, могу сказать В принципе все Осталось только добраться с Шепардом До куда-нибудь полезного До какого-нибудь места интересного Так Я передал на цитадель текущий отчет, капитан Нам подтвердили сбор подкреплений Посол Удина хочет, чтобы мы вернулись на цитадель Совет собирает межрасовый флот против Сарена и его гетов Я знала, что они опомнятся Возвращаемся на цитадель, Джокер Я хочу, чтобы этот флот возглавляла Нормандия Да, мэм Так Она вроде только что ушла Какого фига она вернулась назад На самом деле это минус большей части роликов Прекрасно, Шепард Благодаря вам совет предпринял реальные действия против Сарена Посол прав Если Сарен настолько глуп, чтобы атаковать цитадель, как вы полагаете То мы будем готовы встретить его У каждого ретранслятора, связывающего пространство цитадели с системами термина, поставлены патрули Вы полагаете, что блокада его остановит? Да он уже на Иле и ищет канал Как вы собираетесь ему помешать? Капитан, добраться до Ила можно только через Мю-ретранслятор в глубине систем термина Если мы пошлем туда флот, то единственным возможным исходом будет начало войны Время проявить осторожность, капитан Главное оружие Сарена — это секретность Если он начнет действовать в открытую, его планам конец Один корабль в системах термина не станет поводом для войны Я буду соблюдать осторожность Вы активировали ядерное устройство на Вермайере Я бы не назвал это осторожностью В траверсе ваш стиль вам помогал, мы признаем это, капитан Но Ил требует более деликатного подхода Ситуация под контролем Его главное оружие — не секретность, а канал Сарен — мастер манипулировать сознанием Канал — это отвлечение, призванное замаскировать его настоящий план Напасть на цитадель Настоящая угроза — это властелин А Сарен — всего лишь слуга пожинателей Пожинателей видели только вы Лишь в ваших видениях Мы не можем вторгаться в системы термина из-за того, что вам привиделось Если Сарен найдет канал, мы все пропали Нам нужно добраться до Ила Посол Удина У меня такое чувство Что капитан Шепард Так просто это не оставит Примите во внимание важные политические последствия, Шепард Благодаря вам человечество сделало шаг вперед Но вы доставляете больше хлопот, чем следует Подонок, вы предали нас Это политика, капитан Вы сделали свою работу, теперь позвольте мне сделать мою Мы блокировали систему управления Нормандией Таким банальным образом, до получения соответствующих распоряжений, вы остаетесь здесь Вы сошли с ума? После всего, что я для вас делала, вы до сих пор мне не верите? Я считаю, вам с командой сейчас лучше удалиться Пока что вы здесь не нужны Совет поступит так, как решит нужным С моей помощью, разумеется Капитан, Шепард, неужели они это с вами сделали? Мне так жаль Это не ваша вина Это несправедливо Вы делали все, что от вас требовалось Никто другой не справился бы лучше Совет вам всем обязан Всем И вместо этого они лишают вас права командования И ставят Нормандию на прикол Мне плевать, что они не дают мне летать Но они не хотят преследовать Сарана Если они не помешают ему найти канал, мы все погибли Может быть, можно подать апелляцию и добиться пересмотра решения? Я давила на них, как только могла Они не поддаются И вы думаете просто взять и уйти? Сдаться и обречь на гибель всю галактику? Пока что мы вне игры Но я найду дорогу обратно Я в вас верю, Шепард И пойду с вами до конца Простите, что перебиваю Вам сообщение от капитана Андерсона Вы за нами шпионите, Джокер? Вы мне льстите, мэм Просто я знал, что вы на борту Вот и решил передать послание Капитан просит встретиться с ним в Сверхновой Это клуб в жилых секторах Думаю, вам следует с ним встретиться Хм Ну что ж, возьмем свой стандартный отряд Поехали, дорогие ребятки А возьмем нам что-нибудь там будет интересно Внутреннее давление уравнивается с атмосферным Изменение статуса Капитан сошел на берег Старший помощник Пресли вахту принял Так Ну что ж Благо мне здесь ничего не надо делать А, нет, есть одно место И одна штука, которую я должен сделать Это найти нашего любимого фаната Как же без него-то? Скончался адмирал Кахоку Блестящий военный вооруженных сил Альянса Старый солдат Завоевавший любовь подчиненных Во время конфликта с батареанцами Умер от естественных причин После Кахоку остались жена и трое детей На небольшой закрытой поминальной службе Они проводят адмирала в последний путь Прям вот так вот Ладно Будем надеяться, что все будет У нас не так печально, как у Кахоку Так Кстати говоря Надо посмотреть Что-то я Мог сделать Не помню только что К варианции 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 Так, тяжелая броня А, ну у нас и так Десятый ученый, да, стоит Замечательно Замечательно Так Не получается, куда надо Президиум Жилые сектора Сверхновое Не к сверхновой надо А от сверхновой Там будет близко В принципе Надо было на рынке На самом деле Наверное Ты кто вообще такой? Солдат У меня серьезная проблема И мне нужна помощь того, кому в частности не безразлична судьба человечества О какой проблеме идет речь? Конечно Сразу к делу Вот почему у землян лучший флот во всей чертовой галактике Меня зовут Элайз Киллер Я провожу переговоры в интересах Альянса В частности, у меня скоро должна состояться очень важная встреча с саларианцами Вы не поверите, что на этом завязано Я сражаюсь в интересах человечества так же, как и вы Я понимаю, это важно Что вам нужно? Чтобы я мог эффективно выполнять мою работу на благо человечества Мне нужны лучшие стимуляторы на рынке Существует стимулятор умственной деятельности Который улучшает внимание и когнитивную функцию Он легален, но его продажа ограничена Свой месячный лимит я уже исчерпал Но мне нужно еще Купить его можно в медклинике Что это за стимулятор? Я не силен в медицинских терминах Кажется, он увеличивает умственную работоспособность Краткосрочную память и тому подобное Он помогает мне концентрировать внимание и сохранять быстроту реакции Пока я под его воздействием, ничто не ускользнет от меня Если вы знаете месячную дозу, почему вы ее исчерпали? Переговоры должны были проходить на прошлой неделе Но саларианцы задержали их, возможно, специально Если я не получу препарат, все будет потеряно В частности, мой помощник возьмет все на себя и провалит сделку Это будет настоящая катастрофа Вам нужно больше доверять своему помощнику Разве не вы его обучали? Мой помощник хочет прогнуться под расы, которые входят в Совет Цитадели Он хочет показать им, что мы мыслим здраво Ни одна из рас не будет уважать нас, пока мы не покажем им, кто здесь главный Турианцы, в частности, так всего и добились К черту моего помощника Так Переговоры Чем так важна эта сделка? Саларианцы хотят заключить долгосрочное торговое соглашение На кону миллиарды кредитов В частности, если я не приму препарат, мой помощник возьмет все на себя и провалит сделку Это будет настоящая катастрофа Вам нужно больше доверять Ни одна из рас не будет уважать нас, пока мы не покажем им, кто здесь главный Турианцы, в частности, так всего и добились К черту моего помощника Киллер, у вас проблемы Вам нужно лечиться Наверное, со стороны это так и выглядит Но это всего лишь частный случай, который не повторится Все ведущие переговорщики употребляют стимуляторы в максимально разрешенных законом объемах Таковы правила игры Я не замечала, чтобы все ведущие переговорщики умоляли помочь им превысить законную дозу, Киллер Наверное, в ваших словах есть смысл Я хотел сделать людей сильными и, видимо, зашел слишком далеко Вот что я вам скажу Я приму препарат последний раз После этих переговоров, в частности, я отправлюсь на лечение Никакие переговоры не стоят того, чтобы гробить свою жизнь Оставьте эту идею и отправляйтесь лечиться Вы что, не понимаете? Я нужен человечеству, а мне нужен стимулятор Без него я... Я сам уже не знаю Я так устаю без него Мне нужна всего лишь еще одна доза Нет ничего постыдного в том, что у вас есть проблема Но вам нужно лечение Вы правы Я... Я скажу своему помощнику Мне не следовало так работать Я буду лечиться Жаль, что до этого дошло Круто Мы только что, видимо, излечили наркомана Наверное Окей Все нормально Поехали дальше Кто у нас здесь есть? Не забывайте о Шанси Оу Как все Простите, вы ведь Спектр, правда? Ну, есть немножко, да Капитан Шепард Беседовать с вами Честь для меня К чему эта демонстрация? Я Чарльз Сарацино Представитель партии Терафирма Близится день перемирия Мы хотим, чтобы нас услышали поборники интересов инопланетян в президиуме Могу я рассчитывать на вашу поддержку на предстоящих выборах? Вы отмечаете окончание войны первого контакта акцией протеста? Каждый год на протяжении 26 лет Война преподнесла человечеству урок, который некоторые могут забыть Если мы сами не постоим за себя, никто этого не сделает Эх вы Мне казалось, что война первого контакта заставила нас осознать, что в галактике существуют другие расы И у них есть свое мнение По-моему, урок заключался в этом Может быть и так, капитан Но если другие расы могут высказывать свое мнение, держа нас на прицеле Почему мы не можем так делать? Что? У них пушки больше? Если у них пушки больше, нам следует увеличить расходы на военных Вместо этого мы отказываемся от права защищаться путем подписывания различных договоров Мне нравится ход ваших мыслей Мне казалось, что война первого контакта заставила нас осознать Может быть и так, капитан Что? Если у них пушки больше, мне нравится ход ваших мыслей Так, окей На какой пост вы баллотируетесь? Меня интересует одно из пяти мест в парламенте Зарезервированных для космических путешественников Чтобы гражданин мог претендовать на такое место Он должен соответствовать абсолютно нелепым требованиям Вы должны более шести месяцев в году проводить в космосе Но ни в одной заселенной системе нельзя задерживаться более чем на месяц Капитан, вы большую часть своего времени проводите в космосе Я не знаю, какова позиция Терафирма Какие у вас цели? Наше главное убеждение Земля должна противостоять чуждому влиянию Как на политическом, так и на культурном фронтах А в худшем случае и на военном Смотри-ка, не все земляне бесхребетные Простите, мне кажется, политика землян не вашего ума дела Я сам решаю, что моего ума дело Эм, то есть Кроган как бы на его стороне Да, пусть и подкалывает Но он еще и лезет на Крогана, чтобы тот не совал носу его дела То есть он как бы его поддерживает Я как бы его не поддерживаю Да, ладно Мы живем в этой галактике, мистер Сарацино Мы не можем притворяться, что наши действия касаются только нас Нет, конечно нет Приношу извинения Я хотел сказать, что другие расы не имеют права вмешиваться в политические дела Альянса Эх вы Я вот не поддерживаю на самом деле Я патриотка, мистер Сарацино Можете рассчитывать на мой голос Э, стоп Мне приятно это слышать Мы не можем допустить, чтобы события на Шанси повторились Раз уж вы согласились отдать за меня свой голос Может быть, выступите публично в поддержку моей кандидатуры Поддержка первого человека, принятого в состав Спектр, была бы просто неоценимой Захват Шанси не должен повториться В те времена мы даже не подозревали, что есть инопланетные расы, от которых нужно обороняться Это по-прежнему много значит, капитан Шанси стала первой территорией землян, когда-либо захваченной инопланетянами Мистер Сарацино, вы имеете право высказывать свое мнение Но при всем уважении, я его не разделяю Понимаю Рад, что вы хотя бы поддерживаете демократический процесс Спасибо, что уделили мне время, капитан Не забывайте о Терафирме на выборах Ведь Терафирма помнит о вас Да ни хрена она не помнит Она даже фразу не закончила Да ни хрена земля не превыше всего Земля это еще одна планета, е-мое Решение не увидит нашей крови Так Где у нас там Разбирайтесь сами Вот, правильно Сами разбирайтесь Терафирма 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 Шучай, да? Так, ладно Давайте пойдем куда-нибудь в другое место от этих гастробайтеров Возможно, мы встретим нашего фаната Я верну тебе деньги Ура У меня, в общем, идейка есть И это, мне ваша помощь нужна У меня куча дел Но я могу уделить тебе минутку Чудно Короче, я быстро Сейчас, короче, многие колонии землян под огнем И, в общем, я думаю, одного спектра маловато Вы, короче, можете записать меня в спектры? Конрад, не думаю, что это хорошая идея Но из вас-то вон какой спектр вышел Я, это, всегда рядом буду И вообще покажу совету, кто тут король вечеренки Вы, небось, боитесь доверять людям После того, как потеряли отряд на Акузе? Но я-то не подставлю вас Слово А как же твоя жена, Конрад? Она тоже тебе доверяет Разве ты не предаешь ее? Чего? Я не понял Знаешь, что вдохновляет меня? Мысль, что дома остаются крепкие парни, как ты Способные защитить родную планету Вы... Вы правы Я что-то слишком увлекся всей этой героичиной Помочь хотел? Полечу домой Спасибо, что вправили мозги Кстати, знаете, мне это... Сейчас показалось, что он очень похож на одного из персонажей Драгон Эйджа Который нам дается в самом начале А это именно Хромовника, который с нами там ходит По-моему, он вот прям точно его копия Так, ладненько, давайте посмотрим, что у нас по квестикам Мы почти все нашли Черт Так Обратный отчет Властелин Поговорите с Андерсоном Пойдемте поговорим с Андерсоном С Андерсоном С Андерс у нас находится внизу В логове Кора, по-моему Проще туда добежать, чем пытаться доехать на машине или еще как-то Не так уж и далеко То есть, по сути, всего-то прямо вон туда вот Противопожарная система какая-то стоит Ну, это, видимо, когда мы здесь обстреливались Чтобы побыстрее убить кого-нибудь Так Оп, машинка пролетела Ну, да ладно Что ты хочешь сказать? С Башкой все было в порядке Жадность его скупила Хм Ну, да, есть такое Так, так где же наш хороший друг? Который, помнится, поговорить с нами хотел именно здесь, нет? Не сейчас Я с тобой дел не веду Вот и не лезь Ну, окей Видимо, я что-то не так понял И поговорить он с нами хотел не здесь Ну, потому что здесь, как бы, его, в принципе, нету Ну, навряд ли он в офисе физка, правильно? Так, давайте посмотрим Сверх... Да твою мать Не туда пришел, да Дом сверхновый находится Сверхновая наверху Я что-то лоханулся Простите, бывает Не все и не всегда идеально У нас, кажется, кораблик на парковку Встал Припарковался Вот так просто Отдохнуть решил Ладно Так, быстренько в сверхновую Где у нас жилые сектора Ой, только не в СБЦ Почему я вечно куда-нибудь не туда жмакаю Так Жилые сектора Сверхновая Отлично Что еще? Я никогда не видел хранителей в этом клубе Думаю, их не интересует, что здесь творится Или музыка их откуда Возможно Вот с чего бы это интересно Хорошо, что вы пришли, Шепард Я слышал, что случилось Они отозвали меня с миссии Так же, как заставили вас оставить Нормандию Да, я в курсе Только я не смог вас предупредить Не было никакого способа передать вам сообщение до посадки Я понимаю, вы сейчас в бешенстве Но деваться некуда Они думают, что все уже позади Но мы-то знаем, что это не так Вам нужно лететь на Ил Нельзя, чтобы Сарен воспользовался каналом Незамеченный пролететь в систему термина Я могу только на одном корабле Но он намертво заблокирован здесь Цитадель заблокировала управление Нормандией Но если отменить команду блокировки Можно вернуть корабль к жизни Вы окажетесь в системах термина до того, как вас хватится Если мы украдем Нормандию и улетим Отвечать за все придется вам А если Сарен найдет канал То жизни, какой мы ее знаем, придет конец Пожинатели уничтожат нас Людей, Азари, всех Остановить его только в ваших силах, Шепард Поэтому я сделаю все возможное, чтобы вы улетели на Нормандии с этой станции Похищение Нормандии – это мятеж Что, если экипаж меня не поддержит? Нормандия теперь ваша Ее экипаж последует за вами хоть к черту на рога Мы оба знаем это Я не забуду этого, капитан Обещаю Я могу разблокировать Нормандию С одного из терминалов в центре управления Цитадели У вас будет несколько минут Прежде чем кто-то поймет, что происходит Но это закрытая зона с вооруженной охраной Как вы приберетесь мимо охранников? Это моя забота Главное, будьте на борту Нормандии, когда я сниму блокировку Вы можете погибнуть Должен быть другой способ Приказ о блокировке корабля отдал посол Удина Если взломать его компьютер, то возможно получится его отменить С чего бы он пустил вас рыться в его порнушке? Надеюсь, его там не будет В противном случае я что-нибудь придумаю Посол вас не простит, капитан Вас обвинят в измене А это преступление карается смертью У нас небогатый выбор Я проникну в компьютер посла Или попытаюсь пройти мимо охранников в центре управления У вас больше шансов получить доступ к компьютеру посла Я надеялся, что вы так скажете Посол замешан в этом лично Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Пока нет Мне еще нужно кое о чем позаботиться Возвращайтесь, как будете готовы Я жду вас здесь Хорошо, друг мой Ну а вам, ребят, я, соответственно, сообщаю, что на сегодня это конец Всем спасибо за внимание И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok